Система, которая способна сбивать неприятельские ракеты, будет использоваться в учениях в Чауляйском уезде, которые пройдут 11-22 июля. В них примут участие около 500 литовских солдат и порядка 30 систем ПВО Литвы и других стран НАТО. Решение временно дислоцировать Патриот свидетельствует о том, что США небезразлична безопасность Литвы, говорят в нашем оборонном ведомстве. Напомним, что вопрос размещения этих комплексов остается камнем преткновения в отношениях России и США. Американские власти заверяют, что намерены использовать систему лишь в оборонных целях, тогда как Москва видит в ней угрозу для своего суверенитета. За первые полугодия текущего года из нашей страны эмигрировали примерно на 10 тысяч человек больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Департамент статистики. По данным учреждения, свой выезд продекларировали более 30 тысяч человек, тогда как в прошлом году официально эмигрировали более 20 тысяч. По сравнению с прошлогодними данными, в этом году возросла и эмиграция. За первые 6 месяцев этого года в страну въехали почти 12 тысяч человек, примерно на 3 тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. В общей сложности население нашей страны сократилось почти на миллион человек с 1990 года. Тогда оно достигало порядка 3,7 миллиона жителей. Как сообщил сегодня Евростат, в прошлом году относительное сокращение населения Литвы было самым высоким в Европейском Союзе. Правящие крестьяне «зеленые» хотят не допустить к голосованию по реформе лесничеств всех депутатов, чьи родственники либо они сами как-либо связаны с деятельностью лесных хозяйств. Влиятельный аграрий Агни Черинскини считает, что воздержаться от голосования должны все депутаты, чьи члены семьи работают в лесничествах, торгуют древесиной или являются акционерами фирм, ведущих такую деятельность. В свою очередь оппоненты, среди которых нашлись и правящие социал-демократы, называют такие планы абсурдными. Рассуждая о намерениях аграриев обратиться по этому вопросу к парламентским стражам этики, бывший глава комиссии по процедурам и этике Сацдем Альгиментес Саламакенас заявил, что недопущение депутатов к голосованию может парализовать работу сейма. Ожидается, что дальнейшую судьбу многострадальной реформы парламент будет обсуждать завтра. Блокировка в парламентской ассамблее ОБСЕ резолюции Литвы по Белой АЭС вызвала в иностранных СМИ настоящий ажиотаж. Об этом сегодня заявил аграрий Виргиниус Сенкявичус, который на прошлой неделе возглавил делегацию литовских парламентариев. По мнению депутата, от того, что резолюция о якобы небезопасном строительстве Белой АЭС была отброшена, наша страна лишь выиграла. Мол, если документ был бы допущен к голосованию, о нем вскоре никто бы и не вспомнил. А его блокировка по просьбе шведского представителя вызвала много вопросов у депутатов других стран, а также бурную реакцию президента Беларуси Александра Лукашенко. В ответ на критику литовских депутатов по поводу строительства Белой АЭС, белорусский лидер призвал нашу страну совместно эксплуатировать возводимую атомную станцию. Эксперты начинают делать первые прогнозы о том, кто станет следующим президентом нашей страны, передает агентство ЭЛТА. Второй и последний срок полномочий Дали Грибоскайте истечет менее чем через два года, но уже сегодня в желающих занять ее место нет недостатка, считают знатоки литовской политики. По прогнозам политолога Кестутиса Гирнюса, в этот раз своего кандидата выдвинут все крупные партии, поэтому выборы могут пройти в атмосфере небывалого ажиотажа. Реальным кандидатом от правящих аграриев эксперт называет премьер-министра Саулюса Сквернялиса, а его противником от оппозиционных консерваторов бывшую главу Минфина Ингриду Шимониты. В свою очередь политолог Мажвитас Ястрамски спрогнозирует, что успешно влиться в президентскую гонку сможет претендент, который не ассоциируется с какой-либо партией, но сможет заручиться поддержкой влиятельных политиков. Таким кандидатом, полагает эксперт, может стать посол Евросоюза в Москве Вигаудас Ушаскас, который накануне заявил, что вскоре завершит свою дипломатическую службу. Весенний пикет жителей Русни, раздосадованных регулярными потопами в окрестностях их городка, не прошел зря. Сегодня дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, что вскоре будет объявлен конкурс на строительство эстакады, который позволит объезжать затопленную местность. Как заявил агентству БНС директор учреждения Эгидвис Крудянес, конкурс планируется объявить в конце этого месяца, а выбрать победителя в начале осени. По словам главы дирекции, реконструкцию дороги Щелуты-Русни и строительство эстакады возможно завершить к 2018 году, а сам проект может обойтись в 10 миллионов евро. Напомним, что в марте жители Русни организовали пикет возле парламента. По их словам, островной городок каждую весну отрезают от внешнего мира потопы. В результате, заявили тогда активисты, местные жители из года в год временно не могут добраться до места работы или учебы, а также остаются без экстренной помощи медиков и пожарных.